Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Зуев Дмитрий, из города Челябинска. Тренер Востников Андрей Евгеньевич, а также первый тренер по фееритмам. Скажите, в каком возрасте вы пришли из дзюдо? Мне привели родители в возрасте 5 лет. А почему именно дзюдо? Сразу нас и троих братьев отвели в секцию. Было очень удобно, чтобы не разделять по возрастам. Я там был в самой младшей группе, тянулся за старшим все время. То есть у вас как бы большая семья, да? Да, у нас 7 детей. 7 детей. Очень хорошо, что все продолжают заниматься дзюдо или только вы остались в таком? Я, мой младший брат, два младших брата и сестра. Старший уже не занимается двоим. Так, а в составе сборной России только вы пока? Пока, да. Пока, да. Скажите, чем вам понравилось дзюдо, что вы вот так вот все-таки остались и продолжаете на таком высоком уровне выступать? Чем вас оно так притянуло? У меня с самого начала все достаточно хорошо получалось. И просто уже не привык, мне это нравится. Поэтому не вижу себя вне спорта. Челябинск сейчас, ну вообще в последние 10 лет достаточно крупно заявляет, да, даже больше, чем 10 лет о себе, о городе, где развивается достаточно хорошо дзюдо. Ну, оттуда и Виталий Макаров, да, и Дмитрий Морозов, а сейчас и Мансур Исаев, олимпийский чемпион. Дает ли это вам стимул к тому, что продолжить традиции Челябинской школы дзюдо? И, кстати, еще одним, а, еще Степкин, да, Веричев. Готовы ли вы продолжить традиции мастеров дзюдо Челябинской? Конечно, согласен, что у нас очень сильная школа. И когда смотришь на этих спортсменов, знаешь, чего они добились. Ну, как бы, и похода продолжать, конечно, радовать Челябинск победами. Может ли вас что-то отвлечь от поставленной цели? Я так понял, ваша цель – это олимпийское золото. Может ли вас что-то отвлечь от этой цели? Мы стараемся, как бы, жить спортом, развиваться профессионалами на тренировках и вне тренировочного процесса, потому что профессиональный спортом требует полной ответственности, самодачи. На сегодняшний день ваше самое большое достижение в дзюдо? Ну, это, наверное, первое место в Европе среди юношей. Мы первое место. Первое место. Вы сейчас уже находитесь, как бы, в юниорской, да, команде? Боролись ли вы на… Это первый будет чемпионат Европы для вас? Нет, для меня просто уже состоялся первый чемпионат Европы. По юниорам? Да, чемпионат мира. Ну, на Европе я был не совсем удачен, остался бы, а на Мире – это еще хуже. Меня дисквалифицировали в первой схватке, ну, там, в скором моменте, получается. Ну, надеюсь, мне что реабилитироваться в этом году, показать лучше, что… Кто для вас самый на сегодняшний день неудобный соперник из стран, представляющихся в юниорах? Кого вы можете выделить? Сейчас сложно так сказать, просто у каждого соперника настраиваться, нет какого-то остального. Кому-то больше, кому-то меньше, надо каждой схватке отдаваться по полной. Ну, вот в том году я проиграл представителю Украины и Израиля на Европе. Можно сказать, сделал, конечно, все, на что я был готов к пробке, что же не хотел. Что помимо дзюдо, вот, ну, понятно, дзюдо не может постоянно 24 часа в сутки быть для вас, да? Нужно как-то немножко отдыхать. Как вы проводите свободное время, что вы любите, какие-то есть у вас хобби, там, увлечения помимо дзюдо? Да, лежим на кровати и гуляем, так же, как и обычные люди, летаем сеть, смотрим фильмы. Ну, Антон Кривобоков сказал, что он занимается, там, собирает монеты. Вы какие-то, не знаю, машинки, там, не знаю, марки что-нибудь собираете? Я собираю монеты Антона Кривобокова. Ясно. Любит читать книги. А какие книги, фантастик, там, исторические, какоментальные? Ну, разные, я всюду удергиваю, что-то интересное у себя. А музыку какую слушаете? Ну, тоже, можно сказать, не милован, но разные. Больше честно, наверное, рэп. Ну, сейчас это модно. Значит, какое кимоно вы выбираете, синее или белое для вас лучше? Наверное, нет разницы. Я люблю симптомы, там, нет. Да, нет, я почему спросил, потому что есть такая поговорка, знаете ли вы или нет, синий кимоно для Элос и Пресли, а белый для Дзигура Канна. Я поэтому, как бы, задал вам этот вопрос. То есть традиция? Ну, да, то есть какой стиль вам, как бы, синий кимоно для Элос и Пресли, это говорит о том, что, как бы, это такой рок-н-ролл, то есть, да, как джинсовая одежда, то есть такой, да, рискованный, там, такой драйв, или вы все-таки предпочитаете такую классическую дзигура, как Дзигура Канна? Я никогда не на это не задумался, но, наверное, у меня, я не скажу, что я прям технически очень подготовлен на данный момент, мне нужно много еще добиваться, так что, наверное, если так думать, то вовсе нет. Ясно. То есть для вас рок-н-ролл дзюдо, можно так назвать сейчас? То есть вы... Да, для меня такой альтернативный стиль свободы. Ага. А как вы думаете, что дзюдо, вот выходя на поединок, вы играете со спортсменами или как-то, или не играете с ними? Это можно назвать как игра? Вначале стараюсь аккуратно подходить к поединке, идет небольшая разведка, а потом уже по ходу схватки соображаешь и борешься по ситуации. Уже, наверное, больше импровизации. А что бы вы могли сказать молодому человеку, ну, совсем юному, который стоит перед выбором, у него две двери, и здесь, допустим, одна дверь, там, какой-то вид спорта, а другая дверь, это написано дзюдо, зал дзюдо. Что бы вы могли ему, вот он стоит, не знает, куда ему пойти, и вы рядом, что бы вы могли сказать, что бы он все-таки пошел дзюдо? Какое заветное слово или что бы вы могли ему посоветовать при выборе? Ну, как вы думаете? Я считаю, что каждый мужчина должен заниматься тем, чем хочет. И дзюдо – это такой вид боевого искусства. Который, ну, такой мужской вид. Да, ну, вот стоит маленький мальчик или маленькая девочка, и вот она не знает, вот вроде и пойти вот сюда, или все-таки на дзюдо пойти. Скажет, послушает свое сердце. Спасибо большое, удачи, успех, спасибо.